Здравствуйте! В эфире «Местное время» в студии Мария Батчина. Коротко о главных темах. Признание учителю. В Иркутской области региональные и ведомственные награды получили 37 преподавателей. На сцене Дворца культуры «Нефтехимик» юные горожане продемонстрировали свои таланты в области музыкального и художественного искусства. Отличное начало сезона для ангарского «Ермака». В России стартовало первенство Национальной молодежной хоккейной лиги. А теперь обо всем подробнее. Более 10 тысяч квартир построили в Приангаре с начала 2024 года. Всего же в области 63 миллиона квадратных метров жилья. В среднем на одного человека приходится 18 квадратных метров. Согласно исследованию Иркутскстата, из всех опрошенных более 50% оценивают свою жилоплощадь на отлично. Около 40% удовлетворительно, 3% плохо. С нового года переселять из аварийных домов собираются по новым правилам. Так, например, собственников могут обязать доплатить, если стоимость их нового жилья оказалась выше суммы возмещения за ветхое. Помимо этого, будет изменен размер денежной компенсации за изымаемую жилплощадь. Из выплаты вычтут расходы на снос старого здания или ремонт на восстановительные работы. При Ангаре сможет направить более 10 миллиардов рублей на собственное развитие после погашения долгов. Напомним, по поручению президента в 2025 году регионам спишут две трети задолженности по бюджетным кредитам. Сэкономленные деньги Иркутская область потратит на реализацию инвестиционных проектов. Этот вопрос глава при Ангаре Игорь Кобзев обсудил со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Ну, если брать приоритетность, конечно, это жилищно-коммунальное хозяйство, 50%. Мы будем все равно направлять на них. Потом инфраструктурные бюджетные кредиты, которые сегодня инвестиционные проекты, которые сегодня заходят. Сейчас в регионе уже реализуются 180 инвестиционных проектов. Более 20 программ включены в стратегический план развития Сибирского федерального округа. Признание учителю. В Иркутской области отметили лучших представителей системы образования. Честование приурочили к профессиональному празднику педагогов. Региональные и ведомственные награды получили 37 преподавателей. Каждый из них ежедневно вносит неоценимый вклад в развитие подрастающего поколения. Они сеют разумное, доброе, вечное. В Иркутске состоялась торжественная встреча педагогического сообщества региона. Цель мероприятия – еще раз поблагодарить учителей за их труд и профессионализм. В зале Академического драматического театра имени Охлопкова собрались более 500 человек. Они приехали из разных уголков Приангарья. Среди собравшихся – преподаватели и директора школ, институтов и техникумов, воспитатели, ветераны педагогического труда. Губернатор Игорь Кобзев отметил, что 2024, объявленный в России годом семьи, имеет самое непосредственное отношение в том числе и к учителям. Мне кажется, что это часть нашей семьи. Большое, потому что много сегодня вопросов ложится на учителей, педагогов. И это формирование личности. Это там, где, к сожалению, нет такого родительского внимания, они это берут на себя. За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности региональные и ведомственные награды получили 37 человек. Преподавателям вручили грамоты и благодарности губернатора Приангарья, почетные знаки к званию «Заслуженный работник образования Иркутской области», знаки «Минпросвещение России», «Отличник просвещения». Подарок для учителей подготовили и артисты драматического театра. Они представили музыкальный спектакль «Осенний марафон». Очень люблю свой праздник, я очень люблю свою профессию, потому что, ну, наверное, это самая главная профессия, когда приходишь в школу, видишь глаза ребятишек, радуешься их успехом и, ну, наверное, получаешь от них какие-то силы. Поэтому учитель, наверное, всегда молод, всегда силен, всегда позитивен. Лично в моем случае профессия выбрала меня. Я выбирала профессию учитель рисования и черчения, но так сложилось в моей жизни, что я пришла в дошкольный мир, он меня полностью захватил, и вот уже более 20 лет я в этом удивительном, чудесном мире. Министр образования Иркутской области Максим Парфенов сообщил, что сегодня в регионе работают порядка 20 тысяч учителей. Они преподают более чем в 800 школах, ведется работа и по привлечению молодых педагогов. Для этого в сельских образовательных учреждениях и северных районах введена единовременная выплата. И стоит отметить, что уже совсем скоро к педагогическому сообществу присоединятся и выпускники федерального проекта «Профессионалитет». Один из кластеров по направлению «Педагогика» создан и в Ангарском городском округе. Андрей Иванов, Наталья Хмелева и Руслан Ульмасов. Местное время. Наличие ОСАГО у водителей начнут проверять по дорожным видеокамерам. Как сообщает газета «Известия», изменения вступят в СИУ с 1 марта 2025 года. Водителям, у которых нет документа, будут направлять предупреждения через портал госуслуги. Такой эксперимент продлится год. Когда система заработает, нарушителям станут направлять штрафы в 800 рублей. По информации Российского союза автостраховщиков, в стране примерно 36 миллионов водителей. Из них около 10% ездят без полиса. «Стань заметнее на дороге». С таким призывом сотрудники госавтоинспекции Ангарского округа обращаются к жителям города. Они организовали профилактическое мероприятие по выявлению пешеходов, не использующих световозвращающие элементы в темное время суток. Под особым вниманием те, кто передвигается по обочинам вне населенных пунктов, в ходе рейда к административной ответственности привлекли четырех пешеходов, которые создавали опасные ситуации на дорогах. С начала года ангарчане обогатили мошенников более чем на 160 миллионов рублей. В число самых распространенных схем обмана вошли уже хорошо известные истории о попавших в беду родственниках, ошибочно оформленных кредитах и подозрительных транзакциях. Примечательно, что почти все потерпевшие были уверены, что никогда не попадутся на подобные уловки. Но способы убеждения злоумышленников оказались сильнее. Даже если денег нет у этого человека на счету, они на этом не останавливаются. Может быть это звучать будет глупо, нелогично, но они предлагают потерпевшим сходить взять кредит и кредитные деньги перевести на безопасный счет. Ну то есть вроде бы я понимаю, звучит смешно, глупо, но тем не менее много людей на это ведутся и переводят крупные суммы денег. И если одни жертвы аферистов стараются спасти свои сбережения, другие, наоборот, с помощью мошенников пытаются обогатиться. Так, нередки случаи, когда граждане под предлогом быстрого заработка нанимаются курьерами по перевозке похищенных средств. Впоследствии пособники злоумышленников становятся фигурантами уголовных дел. А прямо сейчас рубрика «Гость в студии». Мой коллега Андрей Иванов пообщался с представителями службы судебных приставов. Тема – долги участников СВО. Здравствуйте, с вами Андрей Иванов, и вы смотрите рубрику «Гости в студии». О теме СВО мы говорим постоянно. Мы посвящаем этой теме наши передачи и сюжеты. И сегодня мы продолжим рассказывать вам об этой теме. И сегодня у нас в гостях судебный пристав исполнитель Юлия Ковальчук. Здравствуйте. И ведущий дознаватель Надежда Серкова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как я сказал уже нашим телезрителям, мы посвящаем наш с вами разговор теме СВО. И первый вопрос. Мы разговариваем о приостановке взыскания долгов участников СВО. Правильно понимаю? Да, правильно. Какие привилегии есть у участников СВО, которые являются должниками по исполнительному производству? Все исполнительные производства возбуждены в отношении должников, которые ушли на СВО. В соответствии с 40-й статьей закона мы приостанавливаем. Но чтобы приостановить данное исполнительное производство, нужно будет написать заявление в нашу службу. Кому? На прием судебного пристава написать заявление и приложить соответствующий документ. Это справка с военкомата. И получается подать в канцелярию такое заявление. Если у них нет возможности к нам прийти, можно по порталу госуслуги. То есть все можно дистанционно сделать? Да, дистанционно. Все прикладывайте документы. Если такового заявления у нас нет, и гражданин находится на СВО, мы же не знаем, и мы не можем приостановить. До вас нужно просто довести эту информацию. Пока до нас не доведут данную информацию, то исполнительное производство будет на исполнении. Это то, что касается самих участников СВО. А что касается их родственников, жен, детей, если они являются должниками? Если являются должниками жены и дети участников СВО, то исполнительное производство приостанавливается только по кредиторской задолженности. То есть, что касается родственников, вы приостанавливаете производство, что касается кредитов, я понимаю. А участников СВО это по всем направлениям? Нет, за исключением алиментов. В алиментах не приостанавливается исполнительное производство. И ущербов от преступлений. Там мы не приостанавливаем. По остальным задолженностям мы приостанавливаем исполнительное производство и снимаем аресты со счетов. Понятно. А может ли уголовное дело возбуждается, я так понимаю, правильно? Надежда Николаевна, в отношении должника, если он пошел на СО уголовное дело, что с ним будет дальше? На основании ходатайства командира воинской части о приостановлении уголовного дела в отношении должника, который ушел на СО по контракту, уголовное дело может быть приостановлено и может быть прекращено по статье 28.2. Уголовно-процессуального кодекса. Надежда Николаевна, если человек находится на СО, он должен обратиться к своему командиру? Да, командир воинской части должен направить ходатайство об освобождении данного лица от уголовной ответственности. То есть дознаватель его рассматривает и выносит постановление о прекращении уголовного дела. Тогда человек, находящийся там, уже ничего никому не должен, я так правильно понимаю. Ну, так, подытожим наш разговор. От уголовной ответственности он освобождается. А от задолженности? Только приостановленного, да? Да, исполнительный процесс только приостановленный и снимается все обременения. То есть это только касается арестов счетов. С счетами, карточками они могут, конечно, пользоваться. Мы же не можем их ставить без средств существования. Ну, это правильно, что немаловажно. Спасибо большое, что рассказали. Я думаю, те, кто сейчас там, им доведут их родственники эту информацию. Спасибо, что пришли. Продолжаем новости. Они покоряют сердца. В Ангарске состоялся концерт «Играют дети». На сцене Дворца культуры «Нефтехимик» юные горожане продемонстрировали свои таланты в области музыкального и художественного искусства. Каждый из артистов стал стипендиатом именной премии мэра округа и губернатора Иркутской области в сфере культуры. Подробности далее. Уже в своем юном возрасте эти ребята знают не только, как вести себя на сцене, но и чем удивить зрителей. На сцене Дворца культуры «Нефтехимик» – артисты, учащиеся детских школ искусств Ангарского округа. Сегодня они представляют публике концертные номера в области инструментального и вокального жанра. Каждый из молодых талантов держится уверенно. И все потому, что выступать на большой сцене для них не в новинку. За плечами – победы на различных международных и региональных конкурсах. А повод этого творческого вечера – награждение именными стипендиями мэра Ангарского округа. Павел Филиппов – один из стипендиатов. Юный кларнетист, учащийся детской школы искусств номер 4. Сегодня он, как и многие артисты, покорил сердца публики своим талантом. И что примечательно, громкие овации парень сорвал вместе со своим братом. Сегодня я играл Скоромош, третью часть Бразильгера. Ну, я играл Баркаролу. Я хотел, чтобы у всех прям мурашки пошли по коже. К слову, мурашки у зрителя братья вызвали вместе со своим концертмейстером, которая также является преподавателем в детской школе искусств номер 4 и их мамой. Ну, у меня вообще трое детей. Старшая дочь тоже музыкант. Она сейчас живет в Калининграде, преподает в колледже музыкальном. Вот. Ну, как-то у нас без музыки мы не мыслим. Вот. Дети тоже стали музыкантами. И вот он, долгожданный момент. Поощрение за талант. В этом году стипендии мэра Ангарского городского округа удостоены 26 человек. 13 из них – инструментальные исполнители, шестеро вокалисты и семеро – будущие мастера художественного искусства. Еще пять юных звездочек стали стипендиатами губернатора Иркутской области. Ангарского городского округа с очень высоким культурным потенциалом. И сегодня те, кто рассказали, как раз они продолжают замечательные традиции Ангарской культуры, продолжают замечательные традиции развития творческой способности наших детей. Я желаю всем успеха, когда вы это получите. Добивайте поставленные цели, а мы будем вам гордиться. Спасибо вам. Глава Ангарского округа Сергей Петров отметил, что успех юных артистов – это результат совместных усилий педагогов и родителей. Ведь именно они разделяют с детьми все сложности творческого пути и вдохновляют их на дальнейший рост и развитие. А все награды – это дополнительный стимул к самосовершенствованию. Наталья Хмелева и Игорь Щукин. Местное время. 16 матчей без поражений. В Черемхово на стадионе «Шахтер» футбольный клуб «Иркутск» переиграл команду «Луки Энергия» из города Великие Луки. После 26-го тура «Бабры» укрепились в тройке сильнейших и продолжают борьбу за чемпионство. За очередным успехом иркутян наблюдал мой коллега Егор Сорокин. В конце сентября комиссия ФНЛ приняла решение о том, что иркутский стадион «Труд» непригоден для проведения футбольных матчей. Поэтому 26-й тур первенства России Иркутск проводил в Черемхово. В первом круге команды сыграли в ничью 1-1. Поэтому дома Иркутску нужна была только победа. Первые 45 минут игры не запомнились большим количеством опасных моментов со стороны обеих команд. А вот во втором тайме игра заметно оживилась, и после многочисленных атак иркутянам удалось открыть счет. На 61-й минуте после проникающей передачи отличился Владислав Брагин, который забил с острого угла. Вперед, Иркутск! Еще один пас на Брагина. Проникающий Брагин бьет и... Гол! Владислав Брагин! Вот как мяч прошел, а! Трудовая победа со счетом 1-0 позволила Иркутску сохранить третье место в турнирной таблице. Напомню, в этом сезоне в 26 играх Бабры одержали 15 побед, 6 раз сыграли в ничью и 5 встреч завершились поражением. Следующий матч иркутские футболисты проведут на выезде. 13 октября Бабры сыграют в Москве против коллектива «Родина-М», занимающего 10-е место в турнирной таблице. Егор Сорокин, Руслан Ульмасов. Местное время. На минувшей неделе в России стартовало первенство Национальной молодежной хоккейной лиги. В Рыбинске хоккейный клуб «Ермак» встречался с местным полетом. В обеих играх команды боролись до последних минут и стремились к победе. О результатах дебютных встреч «Оранжевых» в этом году расскажут мои коллеги. В Рыбинске «Ермак» встречался с полетом. Еще в прошлом сезоне стало ясно, что подмосковный коллектив не из робкого десятка. К тому подтверждение сама игра. По ходу встречи «Оранжевые» вели дважды. У сибиряков отличился Артем Старовойтов и Александр Дишкунов. Но каждый раз соперник сокращал отставание и основное время закончилось ничьей. Уже в овертайме индивидуальное мастерство Клима Коваленко принесло «Ермаку» первые очки в сезоне. Ответная игра была менее богата на заброшенные шайбы, но моментов «Ермак» создал значительно большие. В общей сложности «Оранжевые» бросили поворотом соперника 77 раз. А единственную шайбу в этой игре за 28 секунд до конца овертайма забросил форвард «Ангарчан» Данила Черных. А вратарь «Ермака» Артур Баянов заработал первый сухарь в сезоне. Классная такая, в начале сезона, как плей-оффная игра. Кость в кость, с хорошей командой, с хорошим соперником. Выстояли, дотерпели, солидность показали. Ну и забили, наконец-то, зашла. Молодчики, спасибо. Первое в сезоне турне «Оранжевых» продолжается. 9 и 10 октября «Ермак» сыграет с командой «Металлург ВО», а 26 и 27 отправится в Подольск, где поборются с местным хорсом. Егор Сорокин, Руслан Ульмасов, местное время. К этому часу у меня все. Подробную информационную картину вы можете найти в телеграм-канале «Актиса». Далее смотрите рубрику «Есть мнение» и «Прогноз погоды». Оставайтесь с нами. До встречи в эфире. В настоящее время тема мошенничества стала наиболее актуальной, как никогда. Для всех, наверное, в курсе, какая сейчас политическая обстановка находится в стране. В связи с тем обострилась данная проблема. Я бы хотел, чтобы наша беседа сейчас носила больше, наверное, профилактических характеров. То есть можно, конечно, привести какие-то цифры, рассказать юридические понятия. Но, я думаю, не стоит забивать этим голову. Хочу рассказать о наиболее распространенных способах мошенничества, которые сейчас наиболее актуальны для того, чтобы наши граждане, если им придется вдруг столкнуться с данной ситуацией, понимали, что к ним звонят мошенники и как реагировать, как вести себя в данной ситуации. Ну, сейчас наиболее распространенный способ мошенничества, это является, когда звонят на сотовый телефон, представляются сотрудниками службы безопасности какого-либо банка, говорят о том, что по вашему счету совершается какая-то сомнительная операция, и для того, чтобы это предотвратить, они предлагают снять деньги со счета и перевести на так называемый безопасный счет, что, соответственно, граждане и делают. Ну, после того, как они переводят свои деньги, естественно, эти деньги уходят мошенникам, и они больше их не видят. Я хочу сказать, чтобы наши граждане знали, что никакие сотрудники службы безопасности банка никогда не звонят на сотовый телефон и не предлагают передать свои персональные данные, и тем более произвести какие-то действия по своему счету. Только за 8 месяцев гражданами Ангарска было переведено мошенникам 163 миллиона, более 163 миллионов рублей. Это только за 8 месяцев и только по Ангарску. Второй, наиболее распространенный способ мошенничества, тоже, наверное, сейчас буду рассказывать, вызовет улыбку, наверное, но, тем не менее, люди на это ведутся. Звонят на сотовые телефоны, представляются сотрудниками каких-либо правоохранительных органов, прокуратуры, ФСБ, МВД, придумывают какие-то отделы в Министерстве юстиции несуществующих и предлагают поучаствовать в оперативно-розыскной схеме. Соответственно, для того, чтобы поймать злоумышленников. Ну, соответственно, что нужно сделать, чтобы помочь поймать злоумышленников, это, естественно, сходить в банк и взять кредит, и потом перевести эти деньги на тот счет, который будет вам предлагаться. Ну, то есть, вроде бы, как бы нелогично, но, тем не менее, люди почти каждый день поступают к нам в заявление, ведутся на эту схему. Вплоть до того, если взять из последнего, мошенники представились сотрудниками правоохранительных органов, сказали, что о данной спецоперации не нужно никому рассказывать, нужно выкинуть свой сотовый телефон, выкинуть свою сим-карту. То есть, вот этот человек, он уехал в Иркутск, поселился в гостинице, выкинул свой сотовый телефон, выкинул свою сим-карту, купил новый телефон и в течение суток брал кредиты в различных банках и переводил мошенникам деньги. Ну, то есть, как бы не смешно это звучало, но почему-то люди на это ведутся и попадаются. То есть, у них даже не возникает мысли позвонить в 02, проконсультироваться родственникам, позвонить и тому подобное. Уже объект запустить дальше не будет, а сейчас есть. Теперь я хочу тапочку, вот на которой. Уважаемые горе, добрый день.